Всем привет, ребята! Меня зовут Богатейщий Ди и добро пожаловать в новое видео. Сегодня я хочу обсудить некоторые большие события, произошедшие с криптовалютой, предупредить о возможной финальной капитуляции биткоина и напоследок показать, что делают крупные учреждения с биткоином в июле этого года. Если это звучит для тебя интересно, не забудь поставить лайк и подписаться на канал. Это помогает ему расти, а мне черпать мотивацию для дальнейшей работы. Начнем с графика биткоина. Биткоин сейчас находится в опасной зоне и консолидируется около 30 тысяч долларов. Ему очень важно удержать эту линию поддержки, которая тянется, между прочим, с начала этого года. Кроме этого, биткоин до сих пор находится ниже 50-дневной средней скользящей. Для того, чтобы говорить о продолжении какого-либо роста, биткоину нужно закрепиться выше нее, об этом мы уже говорили. Но сейчас цена биткоина, наоборот, уходит дальше от нее вниз и уже в который раз тестирует эту основную линию поддержки. А мы знаем правило, чем больше тестов той или иной линии, тем выше шансы пробить ее, в конце концов. Кроме этого, важно отметить, что цена биткоина до сих пор находится выше уровня 1.618 коррекции по Фибоначчи. Ведь в прошлых циклах она тоже играла ключевую роль. После преодоления предыдущего исторического пика мы наблюдали масштабные коррекции, которые доводили цену биткоина как раз таки до этого уровня. Так было в этом цикле и точно так же было и в этом цикле. И, наконец, в текущем цикле тоже. На данный момент падение биткоина после исторического пика составляет около 50%. Когда консолидация цены находится на низах в два раза ниже исторического пика, быть позитивно настроенным совершенно тяжело. Что и видно по индексу страха и жадности, который с 14 мая находится в районе экстремального страха. Почти три месяца люди очень-очень боятся. Сейчас я покажу тебе, почему в ближайшее время с биткоином может произойти что-то типа такого. Когда биткоин упадет ниже перед тем, как снова расти и достигать новых исторических рекордов. Конечно, цена биткоина может находиться в консолидации дальше, прежде чем прорываться вверх. Это второй сценарий. Но почему я говорю именно о первом сценарии, который обозначил белыми стрелками? Вот, например, март-июнь 2017. Биткоин вырос на 235% и достиг нового исторического пика в 3000 долларов. После этого мы наблюдали масштабную коррекцию вот здесь, которая перешла в длительную консолидацию. Очень похожую на ту, в которой мы находимся сейчас. Вот, посмотри, коридор здесь и коридор сейчас. Фаза консолидации здесь перетекла в масштабную капитуляцию биткоина, когда цена биткоина потеряла еще 21%. И только после этого продолжился рост. А вот еще одна такая же ситуация. Рост биткоина закончился коррекцией, которая перешла в консолидацию вот здесь. А концом этой консолидации оказалась капитуляция цены биткоина, после чего продолжился рост. Поэтому и сейчас вполне может произойти то же самое. После этой фазы консолидации может произойти полная капитуляция цены биткоина и продолжение роста уже после этого. Кстати, чисто для интереса, сколько здесь было падения? 29%. А здесь был 21%. Что будет, если капитуляция цены биткоина сейчас составит 20%? Биткоин будет стоить 25 тысяч долларов. Однако второй желтый сценарий, в котором цена биткоина продолжит консолидироваться, прежде чем снова расти, тоже нужно иметь в виду. Вот такие два варианта я рассматриваю для биткоина. Тем не менее, я до сих пор остаюсь убежденным, что вот эта вершина вот здесь является аналогом вершины в 2013 году вот здесь. Когда в огромном растущем рынке образовался локальный медвежий. И таким образом в этом цикле было две вершины. Одна здесь и одна вот здесь. Я до сих пор думаю, что так может произойти и сейчас. Что вот эта вершина может оказаться просто локальной. После которой мы увидим еще одну. Точно так же, как это было в этом цикле. Самое интересное, ребята, что за ценовым негативом происходит фундаментальный позитив, который не оставляет во мне места для сомнений, что в какой-то момент однажды биткоин оседлает новые ценовые рекорды. Забавно, что так практически всегда. Цена падает, но происходят самые оптимистичные события. Например, этим летом биткоин впервые официально признан платежным средством. Банков Америка открывает торговлю биткоин фьючерсами. Интересно то, что этот же банк еще в начале весны этого года заявлял, что биткоин является абсолютно бесполезным. Как платежные средства, как и средства сбережения. Майнинг уезжает из Китая, одной пулей убивая сразу всех зайцев страха, что Китай контролирует биткоин, что биткоин централизован, что он может быть закрыт Китаем и так далее. Сколько лет мы это слышали, и вот в 2021-м эти страхи уехали из Китая. Кстати, на этом фоне Казахстан внезапно становится третьей страной в мире по добыче биткоина. Его мощности выросли с 1,4 до 8,6%. Доля Китая за этот же период сократилась с 75,5 до 46. На втором месте находятся Соединенные Штаты и на четвертом месте Россия. Компания Jackador Sysquare собирается разработать аппаратный кошелек для биткоина. Кстати, они же создают и DeFi-платформу на основе биткоина. Вчера Square объявила, что работает над бизнесом децентрализованных финансов с использованием биткоина. Почему именно биткоина, не эфириум, я не знаю. Эфир все-таки поудобнее будет, что ли? В сообществах эфириума даже придумали такой мем. Достаточно забавный. В любом случае, это хорошие новости для биткоина и его продвижения. Кроме этого, Джек Дорси уже через 4 дня проведет ту самую конференцию BeWord, на которой будет обсуждаться, как институционалы могут принять биткоин. Им будут предлагаться возможности и способы для этого. В ней будет участвовать Илон Маск. Цель этой конференции – вовлечь как можно больше крупных игроков в биткоин и криптоиндустрию. На этой карте мы можем наблюдать функционирование Lightning Network – протокола для биткоина, который масштабирует его сеть и ускоряет транзакции. Ну и что такого? А то, что всего несколько лет назад эта карта выглядела вот так. В сети работало 250 нодов, а сейчас более 11 тысяч. Развитие происходит за кулисами, и мне жаль, что большинство людей приходят сюда лишь для того, чтобы поспекулировать ценами, да и то на хайпе, и уходят, как только начинается падение. И они не замечают того, что происходит с самой технологией, как она влияет на мир, как она меняет его. Это же так интересно и круто. Кстати, об этом рассказывает и Джон Маккафи в этом видео, которое я выложил вчера. Если ты его не видел, ссылку на него оставлю в описании. Очень-очень интересно, кстати. Мне было интересно слушать его. Я хочу сказать, что сегодня, в 2021-м, это развитие находится на максимальных уровнях за всю историю. О таком мы даже не мечтали в 2017-м и даже в 2020-м. PayPal в 5 раз увеличил еженедельный лимит на покупку криптовалюты. Когда PayPal впервые разрешил своим клиентам покупать крипту прямо с помощью аккаунта PayPal, лимит был около, если я не ошибаюсь, 10 тысяч долларов в неделю. Затем они удвоили его, а теперь еще раз увеличили уже до 100 тысяч долларов в неделю. То есть клиенты PayPal могут тратить до 100 тысяч долларов на криптовалюту в неделю. Для увеличения этих лимитов они даже убрали ежегодное ограничение в 50 тысяч долларов. Интересно, означает ли это увеличение спроса клиентов PayPal на Bitcoin, Ethereum, Litecoin и Bitcoin Cash? Именно эти криптовалюты доступны в PayPal. Если они увеличивают еженедельные лимиты покупки до 100 тысяч долларов, можно логично предположить, что спрос вырос. Но это только предположение. Что понятно наверняка, это то, что PayPal хочет быть крупнейшим игроком в криптоиндустрии и делает для этого все возможное. Чем больше компаний будет принимать Bitcoin, тем больше Bitcoin продуктов мы увидим в будущем. Это настолько очевидно, что даже самые известные медведи всех медведей Bitcoin, а такие как Питер Шиф, начинают смягчать свою позицию. Например, Стивен Мнучин, который многие годы был категорически против криптоактивов внезапно 14 июля 2021 года, говорит совершенно непривычные для него слова. Если люди хотят купить Bitcoin в качестве альтернативы, то это ничем не отличается от покупки золота или другого актива. Я лично до сих пор не хочу видеть Bitcoin в своем портфеле, но если люди хотят, то это прекрасно. Да, он до сих пор не хочет видеть Bitcoin частью своего портфеля, но теперь он считает покупку биткоина чем-то прекрасным. Хотя раньше говорил совершенно другие слова. Он говорил, что все, кто занимается криптовалютами, по факту преступники, ведь занимаются отмыванием денег. Так что его позиция явно эволюционировала. Точно так же, как и цифровой юань Китая. Он тоже не стоит на месте. Центральный банк Китая лидирует в разработке собственной цифровой валюты, Но сегодня уже есть больше 20 миллионов кошельков для цифрового юаня, сообщает Народный банк Китая. Кроме этого, они объявили о том, что смарт-контракты станут одной из функций цифрового юаня. Интересно то, что правительство Китая уже разрешает иностранным туристам и путешественникам использовать цифровой юань для оплаты товаров и услуг в Китае. Да, Китай явный лидер в этой новой гонке вооружений, гонке цифровых валют центральных банков. Но есть одна закономерность. Эта страна одной из первых тестирует свой собственный ЦВЦБ, который уже даже можно использовать. И при этом она же является одной из первых, которая делает все, чтобы вытеснить криптовалюту со своей территории. Тот же биткоин, мы говорили, что майнинг биткоина бежит из Китая. Такое впечатление, что местные власти рассматривают криптовалюту как противника собственной цифровой валюте. Это вызывает вопросы, а что же будет в других странах, когда те запустят свои ЦВЦБ? Не то же ли самое? И наконец я хочу пройтись по некоторым метрикам. Это график шортов по биткоину от 16 июля. Мы не будем изучать, что это вообще значит, поговорим совершенно о другом. Посмотри, что происходит с этим графиком в последние месяцы. Как его колбасит. Почему же? Потому что киты пугают людей внезапными скачками шортов, согласовывая их с негативными новостями, которые нагоняют страх и панику. Так они накапливают биткоины. И я это могу доказать прямо сейчас. Например, на индикаторе Liquid Supply Ratio мы видим рост. Причем в последнее время куда более резкий, чем до этого. При этом цена биткоина находится в падении. Это похоже на бычью дивергенцию. Но что это вообще значит? Простыми словами это означает уменьшение предложения монет биткоина на рынке. А если оно уменьшается, значит кто-то их с рынка выводит. Кто же? Конечно тот, кто этим рынком манипулирует. Вывод. Сильные руки накапливают биткоины. Еще один график, показывающий предложения биткоинов, которые находятся в руках учреждений с балансом от 1 тысячи до 10 тысяч биткоинов. Мы видим, что в июле этого месяца внезапно этот график начал отрастать. За последние две недели они добавили более 76 тысяч биткоинов на свои балансы. То есть на этом промежутке слабые руки продали 76 тысяч биткоинов. Выводы делай сам, ничего советовать не буду. Но несмотря на падение биткоина, фундаментально его сеть развивается как никогда раньше. И это радует мою душу как никогда. Мою душу биткоин максималиста. И влюбленного в криптовалютные технологии. На этом все, меня зовут Богатейший Ди. Увидимся в новых видео. До скорого. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok